всем привет всем здрасте дорогие друзья с вами кисель в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно новостей от фронтиров и довольно таки и плохих новостей которые ставят вообще под вопрос дальнейшее существование или дэнджерус обо всем подробнее далее с вас как-то лайк подписочка колокольчика с меня контент если хотите поддержать меня и контент который выходит на канале то есть ссылочки в описании под видео бустим и донатике а вот теперь поехали разработчики выпустили новостишку у себя на форуме если вы хотели новые корабли ребят забудьте вообще о них это но это вообще несбыточная мечта которая вообще никогда не случится судя по всему потому что ну все прям очень и очень грустно и давайте-ка перейдем непосредственно к тому что там написано потому что ну это прям капец ну зато у нас есть шкурки да классно как там было 10 нытиков 4000 довольных людей если не забуду скину скрин приветствуем командиры надеемся что вам нравится обновление 14 и все новые активности появившиеся с началом войны с торгоидами в пузыре уличим момент среди всех этих событий чтобы рассказать вам о наших дальнейших планах обновление 15 с обновлением 15 в игру будет добавлена основа для дальнейшего развития сюжета и очередной значительный этап в войне старгоидами соответствующие события станут одним из самых знаменательных на сегодняшний день моментов игры и нам не терпится узнать как вы на них отреагируете дабы уделить надлежащее время разработки обеспечить соответствие итогового результата ожиданием выход обновление 15 был назначен на май точную дату огласим ближе к дню установки обновления они сколько там раз у себя новостях писали то что будет в апреле сто процентов а сейчас уже в мае ну ладно может меньше багов будет не правда ли существенная переработка функционала и я вот не совсем понял это то что они изначально хотели выпустить 2023 году вот картинка если не забуду key future overhaul вроде бы это блин оно но может быть не она потому что это фронтира прошлом году мы сообщили о грядущем крупном обновлении в рамках которого планируется переработать некоторые давно существующий функционал мы все еще прорабатываем соответствующие изменения так как нам пришлось в приоритетном порядке уделите внимание некоторым из уже внесенных правок и не в последнюю очередь связанных непосредственно с функционалом войны с торгоидами мы расскажем о результатах данной работы и соответствующих планах ближе к концу этого года если тот самый key future overhaul который они планировали на 23 дает прям ну капец потому что как бы планировать выпить это 23 а теперь планировать сказать рассказать об этом что это вообще будет в конце 23 и перенести то на 24 но ребят но это капец ну просто капец зато paint job и у нас есть и их много их вводят часто вот так вот закрыт прием заявок на создание фракции игроков да даже такое малые фракции игроков стали основным инструментом вашего воли из влияния в пределах пузыря и сыграли ключевую роль в его формирование возможность подобного влияния с вашей стороны все еще наша основная идея в элит о чем свидетельствует ведение механик войны с торгоидами на данном этапе мы бы хотели переключиться на анализ способности новых механик предоставить каждому игроку и группировки методов значительно влиять на облик галактики в связи с этим мы закрываем прием заявок на создание малых фракций игроков однако оставшиеся принятые заявки будут обработаны как обычно прекрасно правда возвращение портала для переноса учетных записей в ноябре прошлого года для разделения игры на версии live и legacy нам потребовалось приостановить работу портала для переноса учетных записей однако теперь мы готовы возобновить обработку запросов на переносы вновь откроем доступ к порталу в апреле рада сообщить что процесс переноса будет охватывать гораздо больше данных чем ожидалось будем рады увидеть на пк новых командиров с консолей а в особенности то как они приобщаться к новому функционалу предлагаемому в одиссеи подробнее о том как какие элементы профиля командира с консоли переносятся в рамках процесса можно ознакомиться в публикации перенос учетных записей с консолей сроки ответа на вопросы от 6 июня а также в оригинальной памятки на форуме ссылочку я оставлю естественно в комментариях ой в сообщениях и не знаю в комментариях закреплены либо в описании под видео кирдык загрузка версии life по умолчанию в дополнение к вы всему вышесказанному хотелось бы сообщить что клиент элит версии 4.0 life теперь будет загружаться по умолчанию это будет способствовать использованию новыми игроками основной версии элит с доступом к последним обновлениям при этом клиент версии 3.8 то есть legacy все еще будет доступен как альтернативный и необязательный для реализации этого изменения потребуется выпустить обновление для всех пользователей steam а тем кто захочет продолжить играть в версии legacy понадобится повторно загрузить соответствующий клиент для игроков версии life дополнительной загрузки не потребуется данные сохранения затронуты не будут то есть кто предпочитает версию legacy после загрузки смогу продолжить игру как обычно все о чем мы сегодня рассказали дает лишь общее представление об отдельных и самых значительных наших планах на этот год мы еще познакомим вас с ними подробнее в грядущие месяцы и недели как и всегда будем рады услышать ваше мнение и вопросы интересно какие у вас мнение вопросы касательно того то что ничего нового введено не будет кроме как сюжетки с торгоидами то есть нам придется блин на полном серьезе тупо месить торгоидов до конца этого года и ничего нового не будет но может быть они выкатят новый модуль который сбивает ту самую отталкивающую волну и мы сможем пролезть внутри торгоидского вихря где что-то новое что-то новое это будет 15 16 обновление одиссеи которая вышла почти блин два года назад и сто процентов там еще выправки на фиксы под сто процентов фиксы патчи производительность оптимизация прелестно либо я как-то их неправильно понял но как по мне кей фьючер overhaul который планируется на 23 выйдет в двадцать четвертом и если вот такие фьючер overhaul это война с торгоидами то прикольно она как бы было и до этого просто прикрутили этот bgs который отображает все это на карте галактики и от тип нововведения да камон что вышло за этот год что вышло за этот год кроме одной интересной исследовательской цели сообщества мячными планетами просто что а то там и тени починили вон их колбасит там на заднем фоне блин ребят но это все это финита ля комедия как по мне потому что но что ждать от них я не знаю новые раскраски конечно же будут скидки на раскраски конечно же будут может даже бонусные арексы я не знаю но я честно мне кажется скипну эту игру на некоторое время нет конечно видео по ней будут выходить но прям частые стримы как это было раньше вряд ли потому что ну ничего интересного игра просто-напросто загнивает с управленческим составом который имеется сейчас либо не знаю мне так кажется пишите что думать по поводу всего этого в описании под видео в описании в комментарии конечно же а на этом все всем спасибо друзья за ваши просмотры лайкосики подписочки и все это прекрасно в описании под видео будет ссылочка конечно на плейлиц по и лидочки где свыше тысячи видео и различные плейлисты по этой игре также будут присутствовать там обзоры кораблей топа кораблей материалы данные торгуя до стражи и так далее и так далее и так далее и новый конечно же плейлист лора сюжет валит дэнджерос и против всех где берется один корабль тестируется против остальных в полном инженерном фарше можно сказать элитный обзор также ссылочки на социальные сети такие как трога где проходят стримы группа вк дискорд сервер и телеграм-канал если хотите поддержать меня и контент который выходит на канале то все ссылочки в описании под видео бусте и донатике а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока выберем с вами завтра ну или сегодня на стриме если он будет и скорее всего не по элитке до встречи